Привет всем искателям интересного! А вы задумывались, почему, когда берут кровь для анализа из пальцев, чаще всего это делают из безымянного пальца? Если вы когда-то сдавали кровь в лаборатории, то могли обратить внимание, что в случае, когда необходимо большое количество, ее берут из вены, а когда достаточно малого – из пальца. Причем чаще всего из безымянного. А есть ли разница, откуда брать кровь и почему именно безымянному не повезло больше остальных? Для анализов не имеет значения, из какого именно пальца добыть материал для исследования, но есть причины, по которым достается именно безымянному. Во-первых, оболочки мизинца и большого пальца соединены с оболочкой кисти, поэтому в случае попадания в прокол инфекции, она может распространяться по всей кисти. Оболочки указательного среднего и безымянного изолированы от оболочки кисти, поэтому инфекции будет сложнее выйти за пределы пальца. Во-вторых, поверхность безымянного пальца имеет гораздо меньше нервных окончаний, и поэтому пациент не так болезненно воспринимает прокол. Спасибо эволюции, конечно. В-третьих, подушечка безымянного пальца задействована у нас меньше остальных, в последневной деятельности пластырь на ней не будет сильно мешать. К тому же, кожа на этом пальце немного тоньше, чем на остальных, соответственно, прокалывается легче и заживает быстрее. Вот такие интересные дела. Спасибо всем за внимание. До встречи в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok